Вторая тайма. Наша команда проигрывала французам после того, как на 13-й минуте пропустила мяч после удара Туре в ситуации, когда действия игроков обороны заслуживают самой серьезной критики. Ибо футболисты сборной в таких моментах такие позиционные ошибки допускать, конечно же, не должны. Не откажешь нашим игрокам стараний, но этого аргумента для того, чтобы, скажем, обыграть сборную Франции недостаточно. Вот почему и подобных опасных ситуаций у ворот гостей было немного. Тренеры сборной СССР для усиления атаки произвели и вовремя во втором тайме замены. На поле вышли Биланов и Михаиличенко. Наши заиграли мощнее и острее. И Михаиличенко сумел сравнять счет. Эта атака была проведена мастерски. Ничья 1-1. Счет вполне устраивает на структурной борьбе за выход в финал. Но если говорить о качестве самой игры, то по разным причинам нашим тренерам не удалось на эту игру выставить оптимальный состав. Игорь Негода.